Привет, друзья! Это главные новости из мира YouTube и начнем мы с лайтовых новостей. Теперь управлять доступом к каналу можно в том числе в мобильной творческой студии. Данная опция появилась в приложении на мобильных устройствах. Не обязательно иметь доступ к компьютеру, чтобы выдать кому-то разрешение менеджера или забрать их, например. Shorts теперь будут появляться в результатах поиска, поскольку в Shorts снимают также и познавательный контент, который могут искать по запросу YouTube, принял решение включить Shorts в поиск и теперь они будут получать также поисковый трафик. В Shorts теперь также доступно суперспасибо. Соответственно, пользователи могут поблагодарить вас за видеоролик, отправить вам суперспасибо. Вообще рекомендую настоятельно включать вам суперфункции, поскольку они способствуют получению дополнительного поощрения, дополнительного дохода от иностранной аудитории. Помните, что использование Donation Alerts, Boosty и так далее никак не позволяет людям, находящимся за пределами России, поддерживать ваш канал, скидывать вам донаты, потому что просто европейские и американские карточки не поддерживаются данными сервисами. Да что там говорить европейские и американские? Даже с белорусских карт, например, через Donation Alerts или через Prodamos невозможно оплатить, зачастую бывает. И поэтому пользователям остается только вариант воспользоваться сервисами, которые предоставляет YouTube. Это суперчат, это суперспасибо, это спонсорство. И как минимум эти функции должны быть на вашем канале включены, и вы сможете получить иногда небольшой, но спонтанный дополнительный доход, который вас обязательно порадует. YouTube поделимся статистикой трафика на подкастах. Это новый формат контента, и подкасты это особый тип плейлиста, я рассказывал об этом в отдельном видеоролике. Так вот, подкасты в видеоформате набирают в среднем в два раза больше трафика, чем подкасты только с аудиодорожкой и какой-либо статичной картинкой. Поэтому, если у вас нет видеоряда, то хотя бы сделайте анимацию, инфографику, смену кадров для того, чтобы повысить вовлечение аудитории. Это уже работает. Тревожная новость, о которой отдельно вышел у нас видеоролик в воскресенье, всем обязательно следует посмотреть. В Москву, якобы, по данным информиздания «Октагон», прибыла китайская группа из 41 специалиста, цель которых – помочь Роскомнадзору подготовиться к блокировке YouTube, которая намечается на осень. Поэтому, если вы спросите меня, заблокируют ли все-таки в России YouTube или нет, то я вам скажу, конечно, да, вы чего, это же совершенно укладывается в тот вектор, по которому движется Россия. Вопрос только в том, когда это произойдет. И в связи с этим есть несколько других сопряженных тревожных новостей. В частности, ВКонтакте расширяет сеть CDN серверов, то есть Content Delivery Network расширяет сеть распространения серверов для того, чтобы ускорить и улучшить доступ к видеороликам. Также блогеров принуждают переходить на другие платформы, вместо YouTube, например, спонсируют компанию ВКонтакте. И уже многие заявили о том, что им сделали эксклюзивное предложение по деньгам. Естественно, речь идет только о топовых блогерах. Мы с вами, как блогеры, не интересны ВКонтакте совершенно. Интересно создать видимость для широких масс, широкой аудитории, что ВКонтакте есть продукты, ради которых стоит заходить на эту платформу и смотреть видео. При этом ВКонтакте пытается как-то развивать свой, так скажем, видеосервис, который далек даже от стандартов 2010-х годов. Но, тем не менее, движения явно намечаются в ту самую сторону. Стас, наш партнер, автор канала по видеорегистраторам, и не только сообщил интересную вещь. YouTube стал отправлять страйки о нарушении принципов сообщества за реферальные ссылки на Алиэкспресс. На совершенно нормальные товары, без какого-либо спама, мошенничества и введения в заблуждение. Это даже не какие-то контрафактные изделия. Но, тем не менее, можно схлопотать жалобу за то, что вы размещаете такие ссылки. Будьте внимательны и осторожны. Кто с подобным сталкивался, обязательно расскажите об этом в комментариях. YouTube запустил расширенную аналитику для исполнителей музыки. В частности, появляется раздел песни, который будет агрегировать в себе всю информацию о длинных роликах, о фанатских версиях. В общем, о том контенте, который создает сам исполнитель и который создают его фанаты, в том числе популярность используемых композиций. Данная опция доступна только музыкантам и существенно расширяет возможности понимания охватов аудитории и трендов, которые намечаются конкретно в творчестве того и иного исполнителя. Google запускает центр управления рекламой. Теперь там будут сосредоточены официальные рекламные объявления, которые позволят пользователям понять, что конкретно происходит с рекламой на платформе. И убедиться, что, например, эти рекламные объявления не фейк. В связи с этим другая новость. За 2022 год YouTube удалил более 5,2 миллиарда рекламных объявлений. Мы постоянно видим на YouTube, в Google какие-то сомнительные рекламные объявления, рекламные объявления от мошенников, которые продолжают обходить системы проверок и контроля рекламных компаний. Но Google совершенствует свои инструменты и постарается максимально отслеживать и дальше удалять оперативно любые нарушающие объявления. Естественно, на 100% эффективно эта система работать не будет никогда. Это постоянное противостояние снаряда и брони. И то одни на шаг вперед, то другие на шаг вперед постоянно оказываются. Поэтому все равно мы будем видеть какие-то объявления недобросовестные, по которым не стоит переходить. Естественно, никакую личную информацию сливать не надо. И нужно просто иметь адекватный взгляд и критическое мышление, если вам вдруг какая-то реклама показывается. Появилась информация о том, что ОБС позволит стримить в новых кодеках, в частности AV1 и HEVC. Соответственно, более качественная картинка с более высоким битрейтом, динамическим диапазоном. И уже в новых версиях можно будет производить потоковое вещание на YouTube в этих кодеках. В Бахрейне произошла интересная ситуация. Трех человек осудили, правда, пока условно, но тем не менее это уголовное преследование за, так скажем, оскорбление чувств верующих. У них там по-другому этот закон называется. Но суть в том, что в Бахрейне запрещено высмеивать любые признанные религиозные тексты, включая и Коран, и Библию. Эти три человека делали противоправное деяние на YouTube. Они высмеивали тексты, их разыскали, нашли и осудили. Поэтому будьте особенно внимательны и осторожны не только в Бахрейне, но и в других странах. Соблюдайте законы, чтобы потом не вышло боком. Многие не задумываются, они воспринимают YouTube как платформу с абсолютной свободой действий, самовыражения. Не ориентируются при этом на существующие законы, политический контекст. И в связи с этим могут нарываться. Особенно для граждан нашей страны это прямо сильно актуально. Поэтому всех призываю к благоразумному поведению. Но это не значит, что нужно всего бояться. Нужно просто адекватно смотреть на вещи и понимать возможные последствия любого вашего деяния. Еще одна тревожная новость в копилку. На официальном YouTube-канале Label.com, на который подписано более 15 миллионов человек, скрыли все выпуски, весь контент. И 1 апреля очередной выпуск ЧБД, что было дальше, вышел только ВКонтакте. И набрал там много миллионов просмотров. Специально это пушат. Я даже заметил данную новость в первой строчке на Яндексе. А все мы знаем, как теперь новости на Яндексе формируются. Это тоже не случайно. И наверняка есть какая-то повестка. Может, конечно, кто-то обвинит меня в синдроме поиска глубинного смысла. Но я раньше не видел как-то подобных новостей, чтобы об успехах ВКонтакте кто-то рапортовал. Что думаете по этому поводу? Насколько реалистична угроза блокировки YouTube? Тоже прошу в комменты. Проходная новость о том, что подписчики YouTube Premium получают также 3 бесплатных месяца в Xbox PC Game Pass и Walmart+. Наверное, никого это особо не интересует. Поэтому сразу идем дальше. Баги на YouTube. Как всегда, на YouTube есть баги. Во-первых, есть проблема с отображением контента на главной странице, когда там всего пара роликов или не отображается вообще ничего. Надо перезайти, обновить страницу. Иногда это не помогает в течение короткого времени. Затем опять проблема на YouTube с уведомлениями. И многие пользователи пожаловались на такую ситуацию, когда подписчикам при всех включенных уведомлениях, в колокольчике уведомления включены, в мобильном приложении YouTube включены, уведомления все равно не приходят. Помните, это распространенный баг YouTube. Он преследует нас уже много-много лет и особо никак не решается. И третья проблема – это странная желтая полоса загрузки видеоролика, такая, как при отображении рекламного контента, хотя просто нормальный обычный ролик идет, но тем не менее вот такое заметили пользователи. Итак, у нас сегодня три тренда на YouTube, которые заходят в моменте. Это Wrong Hats Paper, это Celebrity из Blackpink и BTS, и это Resident Evil 4. Первая тема – детская ниша. За бугорный YouTube берутся нарисованное туловище и вырезанные из бумаги головы, и они подставляются к персонажам, отлично заходят, набирают много трафик. Вторая тема – для каналов, посвященных жизни селебрити и в принципе каких-то там журналах о жизни популярных людей подобного формата, лидеры Blackpink и BTS, селебрити из этих групп – супер тема, хороший тренд, тоже можно снимать. Третья тема – это переиздание Resident Evil 4. Геймплей, пасхалки, сравнения, отсылки к countdown и так далее тоже хорошо заходят. Снимайте, особенно если на английском языке можете выпускать такой контент. Отличный тренд, который тоже набирает и потенциально может принести хороший доход. И, кстати, друзья, я приглашаю вас на очередной вебинар в новой школе YouTube для того, чтобы принять в нем участие. Перейдите по ссылке в описании, начните обучение в школе. И мы будем помогать вам с развитием вашего канала, использовать для этого специализированный наш закрытый софт, который отсутствует в паблике и который очень мощно помогает авторам. И использовать нейросети Google, которые работают внутри, в алгоритмах YouTube и доступны ограниченному кругу лиц. Мы тоже покажем вам, как пользоваться этим инструментом для эффективного создания и продвижения вашего контента. Как научиться понимать алгоритмы YouTube и понимать, что будет после того, как вы подготовите и опубликуете видеоролик на заранее продуманную тему, которую мы вам подскажем. Спасибо, до встречи на вебинаре школы. И в пятницу выходит новый ролик. Пока.